История шлема с забралом, повторяющим человеческое лицо, уходит в глубокую древность. Странность в том, что такие маски, ну, невозможно сделать без ЧПУ станков. Спросите у любого токаря, может ли он сделать такое на современном оборудовании? Не, серьезно, если вы токарь, напишите в комментариях, можете ли вы сделать такую маску на токарном или фрезерном станке? Что уж говорить о средневековье или временах Римской империи. То есть, человеки срали под себя в доспехи, лечили чуму кровопусканием и при этом делали такие произведения искусства на древних станках? Единственное логическое объяснение такое. Рептилоидов и внеземных роботов с такими масками тупые хомо-сапиенсы принимали за своих. Внедряя в сообщество, они захватили власть и по сей день управляют нами, скрываясь за своими личинами. И только самые смелые кидают им вызов. Такие, как канал Проверь Сам, ученые, исследователи Сунтаков и Кунгуров. Вот они не боятся заявить правду о ядерной войне 19 века и всемирном потопе 18 века. И об инопланетных захватчиков человеческой цивилизации. Теперь, когда я заманил к просмотру этого видео наших альтернативно-хромосомных собратьев, начнем, пожалуй, с впрыскивания малой дозы исторических фактов. Ха-ха! Не ожидали, да? Подставляйте попочки! Знанятцы Сыла! Почему клизмой? Последние исследования доказывают, что у них второй мозг в кишечнике. Так что вполне логично, что клизмой. Такие маски называют антропоморфными, человекообразными или личинами. Они были редкостью, так как требовали высокого мастерства исполнения, но вместе с тем служили показателем престижа воина. Еще в Римской империи применялись подобные боевые маски, разные по качеству и мастерству исполнения. Римские антропоморфные забрала носились офицерами, всадниками и знаменосцами. Крепилась такая маска через отверстие шнуром или на небольшом шарнире-петле. Прекрасные по исполнению бронзовые шлемы с личинами римляне использовали в воинских играх и пикогимнасия. Это были конные соревнования по метанию дротиком, своеобразные предки рызарских турниров. В конце античности и начале средневековья антропоморфные забрала использовали римские и византийские тяжеловооруженные всадники, катафрактарии или клебонарии. Придать черты человеческого лица защитной маске пытались в Западной Европе раннего средневековья. Знаменитое погребение знатного англосаксонского воина Сатанху содержало великолепно богато украшенный шлем с личиной. Но в отличие от римских образцов, забрала шлема из Сатанху не поднималась, маска была приклепана наглухо к венцу шлема. В 12-13 веках кочевники, живущие на границах Киевской Руси, половцы и так называемые черные клобуки применяли шлем с антропоморфным забралом – личиной. Оружиевед кирпичников классифицировал шлем с такой маской, как тип 3. Кстати, половцы – это русское название племен кипчаков, а в Европе их называли куманы. Тулья шлема была довольно высокой, с выступающим навершием шипом. Полная высота шлема этого типа достигала 30 см. В цилиндрическом венце имелся прямоугольный лицевой вырез. Шлем закрывал затылок и уши. Дополняющая шлем бармица не сохранилась. Как выглядела защита шеи, можно только предполагать. Толщина шлема типа 3 в верхней части достигала до 1,5 мм. Личина шлема выполнялась в виде горбоносового европеоидного лица. Маску украшают длинные загибающиеся кверху усы. По бокам к лечению были приклепаны бронзовые уши с колечками. Предназначение этих колечек спорно. То ли имитация сережек, то ли крепление шнура-фиксатора для фиксирования забрал. В лечении пробиты довольно узкие прорези для глаз и ноздрей. К винцу шлема забрал окрепилась на небольшом шарнире петле. Толщина личины небольшая, от половины до 1 мм. Археологами найдено не так уж много подобных шлемов или их деталей. Это артефакты из липовца, кавалей, городища и херсонеса. Историки считают, что использовались такие личины вплоть до 14 века. В Средней Азии, Иране и Индии антропоморфные маски использовались в 16 и 17 веках. И даже в более позднюю эпоху. Отделка личин сильно разнилась от региона к региону. Историки по-разному реконструируют комплекс вооружения кочевников с такими шлемами. Так можно увидеть реконструкции вообще без кольчужной бармицы и даже с ламиллярной защитой. Что касается практичности такого забрала, тут вопрос очень спорный. Полноценной защитой личину назвать сложно. Она находится очень близко от лица и вряд ли может работать как серьезная преграда удару копья. Отверстия для глаз небольшие. Из дыхательных есть только ноздри в стальном наноснике. Возможно, воин поднимал личину после момента наибольшей опасности. Например, после обстрела из луков. Самурайские маски Мэн Гу тоже антропоморфны. Они сильно отличаются от конструкции континентальных личин. Мэн Гу всегда съемные. Они попросту привязываются к шлему, как будто толстым шнуром. Часто к японской маске крепят ламиллярную защиту для горла. Защитить подобная конструкция могла только от скользящих или слабых рубящих ударов. Но Мэн Гу была атрибутом только самых знатных воинов. И могла легко сниматься для улучшения обзора и дыхания. Изнутри Мэн Гу выкрашена в красный цвет. Чтобы якобы давать зловещий красный отблеск на лицо. А как пытаются отобразить в современных фильмах древние маски? В фильме 47 Ронинов антропоморфную маску носит негативный персонаж. Заметно, что это неподъемная монолитная конструкция, а не традиционная Мэн Гу. В спартанцах личины надеты на бессмертных оркообразную гвардию царя Персии. Черты лица, приданные маске, нарочито гротескные и устрашающие. Но Леонидос эти фраерские понты не оценил. В фэнтези принц Каспиан антропоморфная забрала у шлема злого короля Мираза. Что же получается? Маска личина подчеркивает специфические черты характера носителя? Агрессию и ярость может служить фактором запугивания противника? Что об этом думали наши далекие предки, сказать сложно. Во всяком случае, запугать масочкой закаленного в боях воина нереально. Хотя наводить страх на голопузых крестьян вполне возможно. Рептилоиды! Под масками скрывались рептилоиды! Тема антропоморфного забрала в рыцарских шлемах тоже очень интересна. В эпоху, когда на востоке появляется личина, в западной Европе, 12-13 век, ничего подобного нет. В сфере применения петли шарнира на забрале, восток обогнал запад лет на 100. Естественно, это касается средневековья, без учета римских забрал, те старше их всех. Европа придет к антропоморфному шлему только в эпохе Возрождения. В 16-17 веках будут созданы забрала разнообразных форм, но в отличие от более ранних, надежные и прочные, крепящиеся на боковых петлях, то есть на двух точках фиксации вместо одной. А еще личина забрала использовалась на очень популярном в 16-м веке турнире, где участники изображали бой рыцарей с турками. Личина была съемным забралом в виде гротесканного горбоносого лица с накладными или чеканными усами. Маска антропоморфного типа могла быть и частью мега дорогого комплекта доспеха. Такой шлем, украшенный позолотой, заказал себе император Священной Римской империи Карл V. Воины победнее могли заказать шлем с нарисованной личиной. Например, на саладе 15 века маска попросту нанесена краской поверх забрала. С легкой руки Джона Толкиена фэнтезюшных воинов-гномов также одевают в шлемы с личинами. Правда, по описанию автора, это были антропоморфные забрала, маски, способные выдержать даже драконье пламя. Герой толкиновского сильмариллиона Турин носит такую гномью маску, чтобы скрыть свое лицо и пугать орков. Ну а что, если личина нужна, а металла мало или вообще нету? Предельно воинствующие индейцы-клинкиты делали боевые маски из кожи и дерева. Тоже техническое решение встречается в племенах Африки и других народностей, например, острова Пасхи или Новой Зеландии. Возможно, личина боевого шлема – это пережиток первобытной шаманской маски, отпугивающей злых духов. Точно можно сказать одно – главная причина появления таких забрал – это неудобство использования или какая-то выдающаяся практическая составляющая. Преимуществ перед обычным плоским стальным забралом она не имеет. Опущенное забрало очень сильно перекрывало обзор, поэтому использовалось очень редко. А таранный удар копьем вряд ли могло эффективно отразить, так как такие шлемы не имели упора в корпус. Что было характерной чертой европейских кавалерийских шлемов, грандхельмов, грандбацинетов, арметов и некоторых салитов с биворами. Поэтому главной задачей таких девайсов было подчеркивание статуса, выделение командиров на поле боя и все-таки запугивание противника. И отвечая на вопрос, кто носил антропоморфные маски, можно сказать, что их носили буквально по всему земному шару. От первобытных племен до нашей эры и в наши дни они также используются в различных верованиях и обрядах. Да, в какое-то время личина могла быть частью доспеха и служить не только мистическим или ритуальным целям, но и приносила практическую пользу владельцу. Но, вероятно, такое изделие в первую очередь использовалось как оберег, источник магической силы или предмет суеверия, а также военные удачи и колдовских умений. Хочется отдельно сказать про токарей, которые с экспертной точки зрения рассказывают нашим альтернативщикам, что вот такое изделие невозможно сделать средневековыми инструментами. И даже на ЧПУ-станках, токарных или фрезерных это очень трудно и прям очень дорого. Вы долбодятлы. Если вы считаете себя достаточно профессиональными мастерами для таких консультаций, вы должны четко понимать две вещи. Первое. Границы ваших знаний и умений. А второе. Целесообразность ваших методов работы. Нехер пытаться делать высокоточными станками вращательного действия банальнейшую. Чеканку по листу с допусками от 2-3 мм. Это же много. Да не бомбит у меня. Я спокоен. Не будьте как долбоящеры. Будьте как патроны нашего канала. Вот они заслуживают отдельного спасибо и благодарности за поддержку. Кстати, я уже почти подготовил видео про ковку вот этой маски. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить выход этого видео. А если она уже вышла, то ссылка будет в описании. Всем пока. Рептилоиды! Под масками скрывались рептилоиды! Думающие люди все равно откроют правду. Они среди нас. Просто вы не хотите думать. Знания – це сила.